Тульский мастер левша Это просто работа кузнеца, подковавшего лошадь. Микроэлектроника – это сотни различных технологических операций. Основа будущей микросхемы – рамка с выводами. В центре рамки, точечной микросваркой, приваривают двух-трехслойную подложку – фундамент для кристалла микросхемы. В атмосфере водорода на подложку припаивают кристалл полупроводника. Контактные площадки кристалла соединяют с выводами тончайшими проводниками, которые видны только под микроскопом. Затем герметизирует корпус, и микросхема готова. В производстве полупроводниковых приборов и микросхем наиболее ответственный этап – сварка выводов и герметизация корпусов. Высокую электропроводность и прочность соединений внешних выводов с кристаллом обеспечивает сварка давлением. В чем заключается ее сущность? Известно, что поверхность металла покрыта пленками окислов, адсорбированными газами, органическими молекулами. Сварка давлением происходит в результате разрушения этих слоев и развития физического контакта чистых поверхностей металлов. Для активации процесса сварки используют давление и нагрев, которые реализуют различными способами. Сваркой с двоенным электродом, сваркой косвенным импульсным нагревом, термокомпрессионной сваркой или ультразвуковой. Сварка с двоенным, расщепленным электродом – это односторонняя контактная сварка. Ее применяют для соединения проводников с контактными площадками приборов. Нагрев зоны сварки производят импульсами электрического тока через цепь, образованную двумя электродами и участком проводника между ними. Прочное соединение создают за счет нагрева участка между проводником и контактной площадкой и давление электрода на проводник. При сварке косвенным импульсным нагревом используют электрод другой формы. Выделение тепла здесь происходит на рабочем конце электрода от импульса электрического тока. Во избежание окисления инструмента и места сварки, рабочую зону обдувают защитным газом. Специальное устройство обеспечивает строго дозированное давление инструмента на проводник. Такой метод сварки по принципу действия близок к термокомпрессионной сварке. Активацию процесса при термокомпрессионной сварке осуществляют давлением и нагревом изделия, либо инструмента, или того и другого одновременно. Оптимальный температурный режим и давление электрода при термокомпрессии обеспечивают прочное соединение. Технология этого процесса такова. Искровым разрядом оплавляют шарик на конце проводника. Затем его приваривают к контактной площадке вывода. Вторым концом проводник приваривают к участку микросхемы. Микросварка очень тонкая и кропотливая работа и требует большого внимания. Ультразвуковая сварка Ультразвуковая сварка – это соединение металлов за счет возбуждения в них упругих колебаний и давления электрода на проводник. Ультразвуковые колебания передают на инструмент волноводом от магнитострикционного преобразователя. Амплитуда колебаний может достигать одного микрометра. Колебательная энергия очищает соединяемые поверхности металлов, а приложенное давление обеспечивает прочное соединение. Проводники можно приваривать стежками. Или после каждого стежка производить обрыв. Ультразвуковая сварка обеспечивает соединение трудносвариваемых и разнородных материалов разной толщины. Рассмотренные способы сварки давлением обеспечивают широкие возможности надежного соединения элементов микроэлектроники. Однако их применяют не только для соединения проводников с контактными площадками, но и для герметизации корпусов. Способ шовной контактной сварки, например, применяют для герметизации прямоугольных корпусов. Это дает возможность завершать цикл производства микросхем и полупроводниковых приборов. Дальнейшее совершенствование способов сварки давлением за счет автоматизации повысит производительность и качество продукции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok